приветствую дорогие друзья сегодня я покажу вам уникальный мотоцикл который наверняка никогда не видели перед вами и штриал с двигателем планета спорт главной особенностью мотоцикла является его предназначение эта техника создана для бездорожья и имеет довольно широкую резину мотоцикл решили создать не просто так идейным вдохновителем внедорожного мотоцикла выступила министерство обороны ссср о чем мы поговорим чуть позже сейчас мотоцикл стоит музей техники вадима задорожного на втором этаже ссылка на официальный youtube канал музея в описании под видео либо сейчас появится верхнем правом углу экрана кстати внешность необычного проходимца довольно яркая заприметил этого красавца я уже давно и вот настало время о нем немного рассказать начале восьмидесятых годов в недрах министерства обороны советского союза возникает идея озадачить советскую промышленность новым мотоциклом повышенной проходимости для десантных войск весной 1982 года министерство оборонной промышленности собирает совет главных конструкторов состоящий из представителей и жмаша туломаш завода и зида министерство ставит перед ними задачу создать мотоцикл повышенной проходимости на широкопрофильных шинах для этих целей министерством были закуплены импортные шины марки bridgestone соответствующих типоразмеров уже в 1983 году было готово шесть версий различных мотоциклов разных производителей в основном это были серийные мотоциклы модернизированные под широкие шины и колеса соответствующего размера было показано несколько внедорожных восходов причем позже мотоциклам изготовили даже специальные капсулы для десантирования как и предлагала минобороны свою модель предложили и тульские производители впоследствии именно туломаш завод запустил собственную версию мотоцикла в серийное производство а что же ижевские конструкторы образец ижевского завода представлял собой стандартный мотоцикл иж планета 3 обутой в шины широкого профиля была даже версия с коляской вот такой мотоцикл имел огромное количество проблем с избыточной массой плохой управляемостью и малой мощностью силового агрегата тогда на ежмаше решили создать свой собственный внедорожный мотоцикл с нуля так появился проект и штриал для охотников рыболовов туристов и просто любители путешествий по бездорожью разработку проекта поручили молодому специалисту игорю булатову силами бюро художественного конструирования и при участии экспериментального цеха булатов с коллегами построили совершенно новую модель мотоцикла и провели с ним ряд успешных испытаний мотоцикл оснастили рамой оригинальной конструкции и мотором от иж планета спорт это позволило решить проблему избиточного веса и недостаточной мощности спереди установили 14 дюймовые колеса назад поставили колеса размером 10 дюймов тормоза барабанные рам мотоцикла представляла собой дуплексную хребтовую конструкцию без передних подкосов поэтому предполагалось крепить двигатель серийной версии к задней части рамы по следующим схемам дополнительное крепление двигателя заголовку цилиндров новой конструкции с приливами между четырьмя средними ребрами либо крепление с дугами замыкающими силовой контур рамы и крепящийся к переднему серийному креплению двигателя как на данном образце связи с тем что двигатель иж планета спорт обладал значительными вибрациями при работе конструкторы ожидали наличие этих же вибраций и на иж триал хотя и меньшими по значениям опытные испытания показали что существенной разницы между двумя схемами крепления двигателя нет но при этом схема с дугами включенными силовой контур рамы уменьшила общие вибрации мотоцикла полностью отказываться от креплений заголовку цилиндра к раме конструктора не стали в связи с отсутствием длительных ресурсных испытаний и из-за возможных проблем с задними креплениями предполагалось что для серийной версии мотоцикла будет создана новая облегченная алюминиевая консольная подвеска с моноамортизатором также планировали модернизировать картер двигателя для изменения места размещения цепи однако дальше чертежей дело не пошло большие начальники не горели желанием заниматься новой моделью мотоцикла с туманными перспективами тем более что министерство обороны отказалось от идеи создания мотоцикла для десанта финансирование проекта по созданию ижевского внедорожного мотоцикла на широкопрофильных шинах было прекращено в середине 80-х годов работы над проектом остановились вместо мощного и компактного Иш-Триал советские граждане получили внедорожный мотоцикл Тула с движком на 12,5 лошадиных сил вот такая вот малоизвестная история советского мотопрома ну что мои дорогие друзья надеюсь вам было интересно до скорых встреч на просторах интернета и заставляю и заставляю и заставляю